Мы приехали, как я уже сказал, на шайбу, где были Родинованинцы против московского «Шпартака». Короче, мы дошли до той самой арки, которая является главным входом на территорию стадиона. Не пусыли ни баннеры, барабаны нельзя, мегафон нельзя, ничего нельзя. Была встреча «Спартака» с хоккеистами «Спартака». Тема громкая была. Психологический провал для пелок. Снимаешь? Друзья, ну что, нового выпускника фанатов в новом году, выезд на хоккей. За моей спиной находится национальный аэропорт Минск, а это значит, что мы приехали, как я уже сказал, на шайбу, где были Родинованинцы против московского «Спартака». Собственно говоря, сразу, друзья, ставим лайк этому выпуску, пишем комментарии о вас, мы подписываемся на канал. Но главное, что мы наконец-то приехали на выезд. Звоночек, кто звонит-то? Василий Геннадьевич. Здравствуйте, да. Вы в Минске? Конечно же, вы в Минске, это же город, где азартная жизнь процветает. Ладно, барабан, давай, мы записываем вам бивку, перезвоним. В общем, как вы уже поняли, Васю мы встречали в Белграде, и, естественно, Вася находится в Минске, поэтому будем искать Васю в Минске и порадуем вас хорошим контентом про хоккейчик. Ну что, погнали? А то очень холодно. Поехали. Так, друзья, на что мы приехали в город, непосредственно в сам город. Первым делом, что нужно сделать, это пойти вкусно покушать. В Минске есть сеть «Васильки» называется, но многие, наверное, знают, кто знает, напишите комментарий. Там довольно неплохая еда и, собственно, такой местный колорит. Нам сейчас один водитель, который нас вез, подсказал еще одно место «Раковский бровер», если я не ошибаюсь, так называют. Сейчас мы пойдем туда, вам покажем, что по ценам, что по еде, вкусно покушаем местной еды, и будем продолжать для вас этот выпуск смотреть. И вообще, я вам открою секрет, если кто не знает, в Минск можно приехать по русскому паспорту. Все, достаточно. Больше ничего не нужно. Брат, домашний сет от бровара. Куриные крылышки барбекю, чем не удивишь. Ну, просто разгуляться. Сейчас мы как плотненько все перекусим. Друзья, ну что, очень плотно перекусили. Рекомендуем место. Просто ставим 5 баллов из 5. Раковский бровар. Также хотим сказать, что курс сейчас примерно 27-28 рублей. Сейчас поселены пятерых. Заплатили примерно 9 тысяч, но кушали вкусно, плотно. Попили пивка. Холодно очень на улице. На сегодня все. Тяжелый день, тяжелая дорога. Идем отдыхать. Еще важный момент. Вы можете сейчас спросить, да, и подумать об этом. Как тут оплачивать, какой валюты, что делать. В общем, если у вас есть русские рубли, вы можете в любом обменнике применять их на белорусские рубли. Вы можете оплатить картный мир везде, да. Также вы можете со своей карты снять в любом банкомате, там, до 500 рублей включительно в течение недели. Поэтому проблем в Сербии никаких нет абсолютно. Спокойненький день подходит к концу. Друзья, ну что, пока вы смотрите этот выпуск, я хочу вам объявить официально и сказать о том, что мы начали дружить с компанией Киберпротеки. Это компания номер один вообще в России, я считаю. Они занимаются безопасностью данных. Кто смотрел выпуск в Сербии, также знает, что ребята нам помогали с этой поездкой. По ссылке в описании вы можете перейти на их сайт, ознакомиться, приобрести облачное хранение. Ну и, конечно же, для вас мы делаем подарок. Три облачных хранения мы разыграем через комментарии, которые вы оставите под этим выпуском. Спасибо компании Киберпротеки, нашим друзьям, красно-белым товарищам. Посмотрим, как мы будем дальше. Друзья, ну что, второй день? Мы проснулись, выспались, потянулись, посвежели. Вчера был понедельник, который этот рабочий день, потому что все, праздники для всех закончились, чем мы вас, собственно, не поздравляем. Вчера посели в одном заведении, вам его посоветовали. Сегодня мы проснулись, ждем в другое заведение. Тоже надо начать день правильно, вкусных храников. Так что сегодня погода позволяет, градусник показывает всего лишь минус 10. Поэтому пройдемся, прогуляемся по городу. Помните кушать храники, желайте мне приятного аппетита. Все для вас, друзья. Погнали. Друзья, важная тема, которую вы задаете нам, постоянно пишите в комментариях, почему так мало видео про хоккей, почему вообще не было одно время, что вообще произошло. Мы отвечали достаточно однобоко на эту всю историю. Но сейчас для вас, кроме тайны, кто, может быть, не застал этот момент, кто не помнит, кто начал позже интересоваться над надом «Спартаком» и нашим проектом. Лет 6-7 назад произошел один случай. Была встреча на «Спартака» с хоккеистами «Спартака» на предматчевой тренировке на «Автозаводской». В общем, тема громкая была. Просто вам надо понять, в какой команде вы играете. Вы можете уйти потом в другую команду, но на данный момент вы «Спартакец». Мы вас именно воспринимаем как «Спартака». Понимаете? Унижать его не хотим. И оскорблять не хотим. Хотя много очень неприятных слов у нас к вам по поводу этого сезона. Что произошло? «Спартак» достаточно невнятно играл. Как нам казалось, игроки не выкладывались на полную. И было принято решение активом, скажем так, авторитетным довольно посетить раздевалку перед тренировкой и поговорить с игроками. И как-то их стимулировать на будущие дерби. Потому что буквально там, типа, завтра-послезавтра на то время должен был быть матч «Спартака» с «Спартаком». Долго решали это сделать перед дерби, либо это сделать после. Собственно, как и видео выкладывают перед матчем, либо после. В итоге приехали перед дерби. Почему? Почему провал? Что значит «психологический провал»? Вам зарплату платят, как уже сказали. У вас команда есть, у вас условия есть, у вас прекрасное руководство. В чем причина «психологический провал»? «Психологический провал» для «пелок»? После чего этот видос начал разлетаться с какой-то невероятной скоростью. Мы его выложили прямо перед дерби. По всем телеканалам показывали это видео. И, значит, пошел довольно-таки большой негатив. На фанту «Спартака», что, типа, какого очень права они имеют заходить в раздевалку. И вообще вся эта история, она некрасивая, она неправильная. И такого вообще быть не должно. Это я так говорю культурными словами. Клуб, в свою очередь, сказал, что мы вообще, типа, не знали об этой истории. Мы не знали об этой встрече. Мы никакого разрешения на съемку не давали. В тот момент, как бы, я высказался в Твиттере о том, что пресс-служба «Спартака» была в раздевалке. Прекрасно все знали, что мы снимаем это видео. И после чего я как-то, знаете, посчитал немножко некрасивым действие стороны хоккейного клуба «Спартак». Я всегда их поддерживал. Мы всегда ходили, как вы помните, в легендарные «Сокольники». Мы снимали выпуски, мы снимали видео. Мы все равно выкладывали видосики с хоккея. В общем, хоккей был отдушенный, реально это. Прямо он был отдушенный. Но после этого случая я расстроился. Я расстроился и посчитал ненужным, да, там, какое-то дальнейшее, не знаю, сотрудничество. Там перломав себя, я перестал ходить на хоккей. Очень редко там появлялся после этого. И как-то, знаете, прошло время, попыталось руководство. Мы стали все взрослее. Где-то тоже, наверное, я считаю, не нужно было это все выкладывать на показ. Поэтому спустя время мы как бы как продолжали, так и продолжали общаться с хоккейным клубом «Спартак». Стараемся общать хоккей. Всегда не получается у нас это делать. Мы часто ездили на выезда также. Но в этом году мы хотим для вас приоткрыть все-таки эту историю. Познакомить вас с хоккеистами нашего клуба. Слава богу, ребята играют и борются. И самое главное, на хоккейной арене, да, там не отбывают свой номер, это все видно. Поэтому мы желаем пацанам удачи. Вам. Надеюсь, стало все более-менее понятно, где был дневник фаната, да, и почему его не было на хоккее, так скажем. Поэтому сегодня в Минск, сегодня день не матча. Надеемся, что «Спартак» прольет свою сейчас эту небольшую, безвыигрышную серию. Ну, в общем, ситуация была и была. На то это жизнь, всякое случается, всякое происходит. Никто там не знает, видео увидит, но держите зла. Мы все делаем во благо нашей команды, да, и болельщики, и активные фанаты, они такие вот люди, да. Они за «Спартак», за красно-белый цветок, всем сердцем и душой, за ром, который на груди. И тяжело там бывает смотреть на игроков, на хоккеистов, там, и на прочих людей, кто носит такую легендарную эмблему, но относится спустя рукава к тому, что ему дала судьба. Было весело, когда мне звонят и говорят, тебя ищут все, по всем телеканалам крутят видос. И можете сказать, да это дело ради хайпа. Нет, друзья, я даже это видео, короче, прикрыл на время, поставил ограничения 18+, сделал доступ по ссылке, потому что мне, как бы, вся весь этот хайп негативный, я всегда вернулся, что я против него. Мы только за добрый, бодрый хайп, и если бы мы хотели бы похайпиться, мы могли бы это сделать очень хорошо, времена еще Глушакова и прочие этой всей истории. Но это уже совсем другая тема, возможно, я когда-нибудь вам ее расскажу. Если вы хотите узнать какие-то внутренние подробности, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а мы сейчас вкусно перекусим с нашими друзьями, и надо найти Ващу, выдвигаться на хоккей, плюс погулять по городу. Если было интересно эту историю, напишите свое мнение в комментариях на этот счет. Читаем, сейчас вспоминаем историю, когда Спартак приезжал в Динам-Минск, и наткнулись на, собственно, историю первого массового выезда, там, Спартака, и он попал, собственно, в Минск, поэтому сейчас мы поедем до Динам-Минск. Свет выключили в заведении, поэтому сейчас оплачиваем счет. Он, как обычно, будет не такой дорогой, потому что здесь все-таки реально очень приличные цены. Приличные в том плане, что очень хорошие для нас. А, бюджетные. А, бюджетные, да, спасибо, Артем. И поедем, показывать, что стадион Динам-Минск. Подъехали к стадиону Динамо, как мы говорили совсем назад в этом выпуске, о том, что хотим рассказать небольшую историю первого массового выезда спартака сюда. Собственно, идем к историческим колоннам, колоннам-воротам, да, как их правильно назвать, которые остались еще с тех времен, а вообще стадион, если я не прав, поправьте, но вроде это правильно, да, информация, что его снесли и реконструировали, и восстановили на новый лад, но как бы сохранили исторический вид. Это очень круто, потому что мне очень напоминает стадион Динамо в Москве. Ну, в своем Динамо вы знаете, как сделали, да, ничего не осталось, кроме тех легендарных касс, но здесь выглядит очень классно. Прямо вот, как будто это старый стадион, сделали здорово, за это лайк. Так, друзья, много спасибо администрации Стадиона Динамо Минс, разрешили нам зайти в чашу стадиона и показать вам изнутри, но пока тут один большой пакет. Ну, как я и говорил, стадион реконструировали, я здесь ни разу не был, например, и вы вряд ли это видели. Ну, вот вам показываем, сегодня для вас. Друзья, ну, вот, собственно, в июне 77-го года фанат Спартака в лице, так называемой, нашей старой гвардии, да, собрались и приехали в Минск, и вот на этом стадионе, про Дори Косрукса его были, где организованно звучали заряды, где ребята кричали такую небезвездную кричалку «В союзе нет еще пока команды «Нужа Спартака». Ну, вот где-то здесь вот и писалась история нашего красно-белого фанатизма. Сейчас мы подойдем до тех самых легендарных ворот, которые остались в своем переноченном виде. Я считаю, что эта история очень классная. Для меня это точно в историю зайдет, эта фотокарточка, которая здесь была. В общем, дошли до той самой арки, которая является главным входом на территорию стадиона. Собственно, ребята рисовали в том числе и граффити, посвященный организованному первому выезду, которому было 44 года. Вообще история легендарная. Я прочитал несколько статей. Там Сергей Митяков, небезвестный фанат Спартака, просто замутил желтый карус. Приехала братва провожать пацанов на первый массовый выезд организованный. Станция метро Ждановская такая была. В общем, местные сотрудники милиции на то время просто обалдели от количества красно-белых болельщиков. Местные люди побаивались, как тогда рассказано, на то время. Но выезду было суждено быть. Ребята приехали на этот стадион, поддержали Спартак, и, собственно, все тогда обалдели. Реально. И сейчас мы со временем уже можем эту историю рассказывать, передавать вам ее в том числе также. Если вам эта тема интересна, тема выездов и организованных поездок, как в 17-м году фан Спартака начали активничать, да, и, в принципе, год создания фанатизма спартаковского в 17-м году. Если вам интересна эта история, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк, чтобы я это увидел. И мы будем встречаться с людьми и рассказывать вам, как создавался фанатизм Спартака. Я считаю, что вот в этой поездке в Минск, даже на хоккей, мы в любом случае не могли пройти мимо этой истории. И самое, что главное, я забыл совсем сказать. После матча Николай Петрович Старостин зашел к ребятам в автобус, сказал слова благодарности, ну, опять-таки, по историям наших старших товарищей. И, ну, поблагодарил за эту поддержку. И ребята говорят, Николай Петрович, вот этот человек, кто организовал автобус, Сергей Митяков, Николай Петрович пожал ему руку, да, сказал спасибо. В этом и величие Николая Петровича Старостина было. Поэтому для ребят, кто был на этом выезде, и тот, кто вспоминает тот момент, я думаю, что это вообще, да, Женек, ну, то есть Николай Петрович Старостина заходил где-то здесь в автобус и жал руку пацанам. От нас, от всего нашего проекта благодарность всем ребятам, кто тогда в этом участвовал и низкий вам поклон за то, что вы творили и то, что вы эту историю творили, вот даже на таких поездках. Теперь точно можно идти. Как же без наших друзей из компании Винлайн, друзья? Естественно, вы все знаете, что мы уже давно сотрудничаем с ребятами, которые помогают в реализации наших классных выпусков. Если выпуски классные, обязательно поставьте лайк. Так вот, если вы идете по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии, вы попадете в наш канал. Также не забывайте, что в компании Винлайн в их мобильном приложении вы можете выбрать любимую команду. Любимая команда, естественно, это Спартак. Ну что же, будьте в игре, будем спасибо Винлайну и смотрим этот выпуск. Дальше. Друзья, продолжая тему, как добраться в Минск, что здесь делать, сколько все это стоит, расскажу вам немножко о логистике. Я уже вам сказал, что для того, чтобы поехать в Минск, достаточно просто иметь российский паспорт. Также, мы вот, например, взяли себе билет на самолет, туда Аэрофлот, обратно Победа, у нас получилось на человека порядка 6-7 тысяч рублей. Есть более дешевый билет на той же Победе, можно было туда-обратно за 5 тысяч рублей улететь. Понятно, машина, сел, поехал, кому как удобно, но тут уже, сколько ваша машина жрет, за сколько за бензином будете платить, есть также ласточка, которая туда-обратно будет стоить, может быть, 7-8 тысяч рублей, плюс есть поезда, в общем, еще есть автобус, рейсовые автобусы, там ребята писали в комментариях, что типа, тоже достаточно дешевая история, но по мне, честному скажу, лучший комфорт, сел, полетел, прилетел, там 5-6-7 тысяч заплатил, и все это на месте, потому что мы ездили в октябре на народную команду, на машине, но за бензин мы отдали очень много денег. Поэтому никаких проблем нет, в Минске действительно есть что посмотреть, сейчас зима, холодно, как и везде, особо не погуляешь по городу, но когда более тепло, здесь просто супер, та же самая улица Зыбицкая, которая просто, ну это бар стрит так называемый, где просто одни клубы, бары, кафешки, рестораны, центральная часть города, погулять на выходные, съездить без проблем, тем более Спартак, ну, играет здесь только сейчас в хоккей, и соответственно, там 2-3 раза в год Спартак играет в Минске, выезжайте, приезжайте, болейте за Спартак, и много денег вы тут не потратите, поэтому никаких проблем с этим нет, тем более сейчас, когда у нас довольно ограниченная история, куда можно ездить, поддерживать Спартак, да, мы не говорим про футбол, там вообще просто занавес, но вот хоккей есть, и тот же самый Минск, вполне себе приятно, поэтому фиксируем это все, планируем все бюджеты, и выезжаем с ребятами пошизить, поболеть, погулять, почему нет? Выезда за хоккей, для тебя что это самое главное, основное, давай, три основных пункта выезд за шайбу? Три основных пункта, ну, наверное, первое, своя особенная атмосфера, в данное время, вторым пунктом, наверное, можно поставить то, что футбольных выездов нет, ну, и плюс, немного различий в городах, все-таки на футболе, как бы, более уже ограничено, более приевшиеся, сегодня что ожидаешь от матча? По составу на секторе, по народу, твои предложения? По народу, хотелось бы больше качества, но, наверное, ну, соточка будет, хотелось бы, конечно, качественную соточку, хотелось бы качественную соточку, да, в принципе, вот, по хоккее, естественно, только победа, как иначе, до встречи на хоккее! Фух, оказались возле арены, как называется арена? Минск-арена. Минск-арена, естественно, Минск-арена. Я, конечно, приехал, думал, что за бизнес-центр такой круглый, но по виду, да, напоминает, но это, на самом деле, арена-хоккейный клуб Динамо-Минск. Много, много болельщиков Спартака идет сейчас на хоккей, много местного населения тоже идет на хоккей. Ну что, друзья, агитация у нас, как обычно, все по блату. Спасибо, что, друзья, мы заведуем. В общем, выходим с вами на лед, и special for you, ты первый за тобой. Ну что, очень модная, комфортабельная арена, очень классная арена, свежая, большая, широкая, но я сегодня минус уже сразу увижу, это наш гостевой сектор, который очень маленький, узкий, не для нас, так скажем, но старая гвардия уже на месте. Друзья, давайте сейчас на этом мы с вами тему обрываем, дальше мы идем смотреть наших игроков пока кто выходит на раскатку, снимаем их, небольшая перебивка и шиза нашего гостевого сектора. Надеюсь, вам понравится, но я, честно говоря, не очень рад тому, что вот такой вот маленький гостевой сектор. «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Находясь на трибуне в первом периоде, когда был на секторе, короче, я, честно говоря, во-первых, тебе соболезнен, потому что тяжело заводить мертвую толпу. Только третий период поглядал со стороны, и как-то вообще все грустновато, в мое мнение. Ну, первый период отшизили, в принципе, более-менее достойно. Сам как бы видел, да, можно твердую четверочку, в принципе, поставить. Второй, более-менее, пообъясню провалы. Люди приходят на хоккей, выходят в перерыве, бахнули пивка, подзарядились. Даже сегодня, потому что в России, так понимаю, такого нет, чтобы ее раздевали. Тут бахнули пивка, все, всех уже размазывали, на второй период уже более-менее, и все. И к третьему уже людей вообще нет. Приди выезд в Казань, Аббарс, да. Я очень хочу туда поехать, я призываю всех ехать на выезд в Казань. Скажу за себя, да, мы для вас снимаем видеоблоги, вы там все спрашивали, почему вы снимаете хоккей. В этом выпуске раскрыли тайну, почему мы ее не снимали так давно, да, сейчас мы активно хотим ездить. Но если мы, болельщики Спартака, ездим на хоккей, и если болельщики Спартака, которые сейчас в большей степени, это не фанты хоккейного, да, Спартака, это фанты Спартака и большей степени футбольного, если вы приезжаете на выезд, тем более на выезд, атмосфера и заряд внутри должен быть выездной. Подобающий. Блин, ну я типа приехал, мне было наплевать на эти съемки. Хорошо, мой друг Александр, так мы назовем, он сегодня снимал со стороны, но я пошел на свет и шизил, потому что, ну типа я там свечком с пацанами, да, типа я соскучился по этому. А когда вы стоите и шизите молча, так можно назвать, шизите молча, тексты, да. Ну это очень странно, я хочу, чтобы у нас всегда был красивый, громкий, шизящий, как это было раньше. Даже если он не красочный, но хотя бы поющий. Да, попробуем исправить эту ситуацию, пацаны, давайте исправим, у нас есть год, вот календарный год, возьмем себе как бы, знаешь, за дистанцию, календарный год, там будут возможно матчи там народной команды, матчи выставочные на открытии арена, но есть хоккей. Давайте ходить на хоккей, давайте шизить, угорать, как это было раньше, в тех же Сокольниках, да, например. Слушай, в любом случае упаднические настроения, как бы мы их отметаем, в любом случае, потому что в этом сезоне клюшкари играют очень хорошо, они реально бьются, играют, там показывают. Как бы то, что сейчас серия там из пяти, как бы там поражений, да, там выездных идет, ладно, херст, можно ее откинуть. Остаток, перед этим все игры были, да, там круто сыграно, там на морально-волевых, да, там забивали, до последних секунд, там вытягивали игры, но всякое бывает, как бы, это игра, да, это спорта. Короче, неунываемо, неунываемо, в хоккее, как бы такое допустимо, такое возможно, и еще куча игр впереди, даже там, если закончим на третьем, на пятом месте, плей-офф будет, где все может измениться, вот, и вся эта история сейчас с фанайди, со всей другой темой, да, потому что мы не ходим на футбол, но мы же все есть, мы же вот эти все, кто смотрит сейчас нас, кто приезжает, там, такие выставочные матчи, там, товарищеские матчи, хоккейные матчи. Это «Спартак» — это мы. «Спартак» — это мы, давайте объединяться, давайте ходить на хоккей, всех вас ждем, не ленитесь, самое главное, не ленитесь, я вас очень сильно прощу. Попробуем. Друзья, всем на связи, ждем вас в наших комментариях и на секторах хоккейного «Интонка» «Спартака». Звоню, звоню, не отвечаю. Все казино объехал. А вот и брат выходил. Как он оказался? Последнее казино, уже думаю, все, сейчас на боковую, домой и здесь ты. Ну, как такое возможно? Брат, все, я большой казино прошел, везде проиграл, и вот в игровой клуб такой загрузился, подешевый, подешевый ставочный. В Минске вся Белоруссия — это как бы азартная тема, да? Есть такая тема. У нас ребята сегодня увидели историю, как приехать, где размять деньги, как можно сюда доехать, хоккей, футбол. Все, вспомнили, но не обсудили одно. Потому что я профан в этом истории. Да. Расскажи в двух словах, брат, о азартной жизни в городе Минске. Брат, был ли ты здесь, и как тут можно подарить деньги с умом? С умом здесь нужно потратить деньги, не играя в казино. Да. То есть кушайте, отдыхайте, ни в коем случае не играйте в казино, если вы не можете этого позволить. Потому что никогда не надо играть на последнее, на занятое, и на те деньги, на которые ты можешь купить, например, дочки Папперс. Если у тебя есть немного кэша сверху, то Минск, в принципе, хорошее место для того, чтобы на каждые 500 метров найти какую-нибудь цветяжку, в которой будут автоматики, рулетка, покерок и так далее. И никогда не въебывайте последнее. Ведь это способ не заработка, а различие. Это не способ заработка, это кайф. Если вы хотите профессионально играть в покер или еще что-то, вы можете это делать. Но автоматы, рулетка, в это никогда нельзя ничего просчитать. Друзья, что же, выпуск подошел к концу, направляемся домой. Это было увлекательное путешествие. В общем, в очередной раз хочу сказать вам всем, гоняйте на выезда, гоняйте сейчас на хоккей, пока есть такая возможность. Всем спасибо, кто был с нами в этой поездке. Друзья, с вас обязательно лайк, если вам понравился этот выпуск, подписка на канал и комментарий, чтобы мы также прочитали какое-то ваше мнение. Это очень важно для нас, мы делаем выпуск для вас. В общем, всех с наступившими праздниками. Все спасибо, это Матеря Кучер, клиник фаната. Увидимся.